Астана Бублик, Корда. Это Вавренко, Лихечко, Чорич, Грекспур, Моннарино и Тим. Звезды тенниса в сердце Казахстана. Это борьба на Билайн-арене. Это Астана Оупен. Это теннис. Инспорт представляет. Теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATB-250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATB. Аделаида и Окланд, Мюнхен и Женева, Майорга и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATB-250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Субтитры создавал DimaTorzok Впервые в городе Алматы. 23 и 24 сентября на площади Абая состоится международный турнир по баскетболу 3 на 3 Алматы Куэст. 16 профессиональных команд сразятся за путевку на этап мирового тура Чэнду Мастерс. Не упусти возможность посетить самое зрелищное спортивное мероприятие года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Получится на основании Грингу, а в desarrollе посвященную самолет для выгодной Астана – в Казахстане – в Казахстане – в Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вбрасывание будет вблизи ворот Яковенко. Ожидаемые вбрасывания. Да, но Алматы толком и не поиграл в большинстве. Два броска в створ было, но и больше ничего интересного. Генеральный спонсор трансляции Жастар Хоккей Лига с компанией 1xbet. Ну что, все готово у нас к вбрасыванию. Давайте смотреть, продолжать смотреть эту встречу. Что будет интересного дальше. Да, были моменты у Алматы. Два неплохих броска в створ, когда можно было счет сравнять. Но пока реализация оставляет желать лучшего. Еще это с матча с Актобе началось. Да, моменты есть, а вот заброшенных шайб маловато. В свою очередь, Останчане в последней встрече выиграли 1-6. Проблем нет с заброшенными шайбами. Вообще, за 4 игры, за 5 уже игр, да. Очень неплохо. 19 шайб с этой уже 20 шайб забросили. Забросил столичный коллектив. Очередное вбрасывание. Мангалиев на точке вбрасывания у Астанчан. Выигрывает это вбрасывание. Начинает что-то выдумывать. Катаулин. Бросок. Это тоже был наброс. Два хоккеиста Астанчан были там на пятаке. Пытались шайбу подкорректировать. Но в итоге шайба мимо ворот прошла. Борьба у борта в районе усов. Отправляется шайба за лицевую. А затем и верхний пятак. И бросок состоялся. Неточным он оказался. Но продолжается. Продолжается атака сейчас на Астанчан. Уже позиционная. Еще один наброс. И здесь еще отвоевывает каким-то образом шайбу Сулейменов. Бросил поворотом. Но вот этот бросок Яковенко отражает. Ответ алматинцев. Что придумают здесь гости. Поперечный, точнее даже на синюю линию поднималась шайба. Хороший бросок поворотом. На самом-то деле хорошая огневая позиция была у 25 номера алматинцев. Это был Матросов. Защитник вот помог в атаке. Бросил поворотом. Но вот с легкостью с этим броском справился Габдулин. Еще очень грамотно отразил этот бросок в угол площадки. Астанчане вернули шайбу в зону. Правда там ее потеряли. Ответ Алматы. Бросок с броском поторопился здесь. На мой взгляд хоккеист Алматы. Там третий еще подкатывал партнер. Можно было что-нибудь поинтереснее придумать, нежели бросок мимо ворот. Попал под силовой прием Булат. За воротами алматинцев уже гости побежали. Вперед. Думывать в атаке. Ашербай там навязывал борьбу. Из-под прессинга. Из-под такого жесткого. Выбирается Астанчане в атаку. Бросок поворотом. Опасный. Получился бросок. Яковенко отразил. Ахалбеков бросал. Хорошая тоже по задумке передача на Ахалбекова. Но до него шайба не доходит. Алматинцам приходится отбрасывать шайбу. Ну и тут будет проброс. Да. Да. Совершенно верно. Проброс. Алматинцам меняться нельзя. Но вот так вот. Да. Со старта первого периода. Интереснее. Гораздо интереснее смотрятся хозяева. На правах хозяев конечно же пошли вперед. Оно и понятно. Но тут еще и соседи по турнирному положению. Да. Встречаются. Алматинцы на третьей строчке. На четвертой Астанчане. По шесть очков у каждой команды. И еще момент. И штанга. Вот это да. Сейчас Би Кейв с неудобной бросал. Там шайба в штангу угодила. И вышла из ворот. Тут и выходит рука линейного арбитра. И очередной проброс. Очередной проброс. Вбрасывание будет вблизи Яковенко. Да. Вот так вот трудно приходится алматинцам. Давайте смотреть на повторе. Да. Вот. Вот Яковенко прошла шайба. Но попала в штангу. Вот так вот каркас ворот сейчас от второй пропущенной шайбы алматинцев спасает. Нужно быть повнимательнее. Это вот конкретный звоночек сейчас был. Нужно попробовать отодвигать игру от своих ворот. От обороны не получается сейчас алматинцев играть. Да. Есть выходы в атаку неплохие. Но при этом при всем очень и очень опасно атакуют на астанчане. Сейчас поперечная передача безадресная. А здесь удаление. Здесь удаление судя по всему у алматинцев. Назад толчок на борт я так понимаю. Да. Вот теперь алматинцы поиграли еще и в меньшинстве. Полноценное большинство будем смотреть сейчас у астанчан. Да. Поиграли они немного в формате 5 на 4. Но там совсем немного было времени. Поэтому толком оценить большинство хозяев мы не смогли. 21 номер удалился. Это Суровцев. Елисей Суровцев. На 2 минуты ушел. Брасывание остается за хозяевами. Смотрим что придумают сейчас подопечные Антона Васина. Пока все по периметру. Ну и алматинцы не позволяют пока от борта отойти. Но шайба по крайней мере у астанчан. Захаров на синюю линию поднимает. И в итоге упускает шайбу в среднюю зону сейчас на хозяева. Приходится щегбаеву еще и своей зоной шайбу подбирать. Пошел вперед. Пошел в зону. Резко по тормозам. Расставили сейчас астанчане. Вот отсюда уже можно бросить. Обыгрыш. Бросок поворотом. Бросал по воротам Черкасов. Но там клюшку подставил Захаров. Хотел шайбу переправить в ворота. В итоге шайба покидает пределы площадки. Ну и очередное вбрасывание вблизи ворот. Яковенко. На сей раз на точке появляется Бикеев. Выигрывает вбрасывание. Поперечная передача. Хорошо. Быстро ходит шайба. А вот сейчас бы точнее, да? На Бондарева передача бы в клюшечку пошла. И там уже абсолютно пустой угол был. Бросок заблокирован сейчас. Продолжает разыгрывать астанчане. В ближнем угол. Хитро. Но всем видом Бикеев показал, что будет делать передачу на пятак. На самом деле обросил в ближний. Ну что, 10 минут позади. Счет у нас 1-0 впереди астанчане. И продолжают играть они в большинстве. Я, он не утарта. Бриншизмин, белье ортасы на кельбриттых. Жаня Астана, бейсонша, тюртювне гарсы. Бейс-тюрт фарматында. Тамаша Акасасаймага на ене бельды. Енде команда Астарын кутуде. Азар, жақсы Паисиядан соқ жасауға мүмкіндік туады ма? Бұл жерде Никита Тондарев, шайбаға талышызген. Алға-ағарай. Азар, енді Алматының жауабы. Калай болар екен, қолыпты соққа жасай білді. Дегенмен уақыт бар. Екіндерін күшуіту ерек ол үшін. Жанболат Бикиев шабулды бастап берді. Мухаммед Ахалбеков. Қазір, қарса саймағына дұрыс ендеген бұл үгеріп. Мүнікі назарларыңызда батыр болады. Бұл жүгетті 16 жасыдағы ойынша. Түреші қазір белгі береді. Соданген ойын жалға астыратын боламыз. Түреші құмын күтейік. Шайбаға талашырғызда. Енді Алматылықтар қазір қарса саймағында өзірі пас алмасып көрген. Енді бұл жерде тағыда. Артқа қарайшы еңгі тұрайын. Бұл жерде қарпаша ойын ғараласы білгерді. Шайбаның мұзыға басты. Никита Фетисов соңынады еталашырғызды. Соққы жасады. Бірақ қарпаша ептілікті таңында білді. Дармен ғабдулин. Нүктеде қазір шайбаға талашырғызды. Алматы ойыншылар қазір жан таласы өнер көрсетуде. Осы мүмкіндікті мүл жүріне көрегі артық құрамда тағыда бір пайсиялық тұрғыда аңжасалған соңында бүш ойынша қазір алматы ойыншылардың қақпалында оған. Бірақ соққы жасайылымады. Сынайып жағанғана соққы жасаған. Шайлық баттағы да алматы ойыншылар жылықтан қазір және алыстан. Бұл және есе екіден өл тамаша позицияда шығықтыда. Осы айша есепті есіледі Андрей Сервельнек нәкен азарларыңызда барлығын тамаша орындады. Қайталап көрек қазір. Ақпашынан айласын асырып кетті тамаша қарымтар шабуылды. Айша есе бекіден өл. Асты ойыншылары жылдам әрі жүйелі қарымтар шабуылды емдастыра білді. Шайбағат тавас тағы да білді. Шабуыл үйімді асырмақшы не етте оған алматы өл. Жақсы мүмкіндік. Алматы ойыншыларына арты өнер көрсетті. Жақсы мүмкіндік. Қайталап көрсетті. Қайталап көрсетті. Қайталап көрсетті. Қайталап көрмесі ойыншыларын арты өл. Қайталап көрсетті. Қайталап көрсетті. Ол үйімді Қайталап көрсетті. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 подхватывают посмотрим в этот раз получится ли пройти среднюю зону не такой быстрый да не такие быстрые скорости как хотелось бы команды вроде как отдохнули но скорости невысокие по крайней мере в начале то уже и вообще во всем периоде да потом остается чуть меньше бросок издали вот таких вот бросков издали хватает в исполнении гостей но то не какие не точные но есть броски которые доходят до вратаря до габдулина но опять же повторюсь они не очень сложные для него в ближний бросок и верхом бросали сейчас останчане поворотом не попадают здесь бондарев на партнера перехватывают гости побежали в атаку ну вот а вновь численное преимущество в атаке имеют алматинцы а вот филимонов сделать передачу не смог закрывается синяя линия наброс подставлена клюшка филимоновым но на шайба вообще ходит мимо вообще мимо всего на свете получился бросок побежали останчане теперь вперед ну вот концовка концовка до буквально вот эти вот пять минут остается за гостями однозначно алматинцы на создавали моментов но вот никак реализовать их не мог еще одна попытка гостей по атаковать побежали вперед 3 в 3 атака посмотрим что из этого выйдет пытается тут накрутить соперником ценаев филимонов ему помогает поднимается шайба на синюю линию вновь отправляется попытка отправить ее за ворота вот передача на пятак и неплохой очередной момент у гостей вновь они его упускают а вот два в одного астанчан передача бросок хороший момент и выручает яковенко бросал поворотом 95 номера нам показывает амангалиев передача дело на старых старожилово вот он уже бросал поворотом отличный момент отличный ответ хороший выход в контратаку ну и к венка меня выручает да есть вопросы к яковенко у третьей шайбе и в ближний угол забросили забросил котаулин поэтому есть есть вопросы сбрасывание вблизи ворот яковенко амангалиев сбрасывание выигрывает бросок по воротам тут же черкасов бросал отразил яковенко ну и звучит сирена звучит сирена говорящим о том что первый период завершился завершается он в пользу хозяев со счетом 3 0 моменты были у алматинцев в концовке на первого периода для того чтобы хотя бы одну шайбу отыграть они ими не воспользовались напомню на второй минуте федор захаров открывал счет цирюльников и черкасов него в ассистентах затем на 13 минуте в меньшинстве забрасывают астанчане цирюльников автор заброшенной шайбы с передачи черкасова ну и на 16 минуте счет становится 3 0 и егор гатаулина автор заброшенной шайб ну давайте немного отдохнем мы после перерыва вернемся и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Застар хоккей лигасы тұрақты чемпионат 1-ші ойн, 1-ші кезеңнен кейінгі есеп, 3-0. Алда Астана командасы кележатыр. Сонда, қазір енді Катару тұпыратқан ойындарға да тоқталатын боламыз. Жалпы бірінші кезеңн алғашқы секундтан айдыниелер, яғни Астана, өте жылдам әрі жүйелі шабулдар еңдастыра білгенеді. Нәтижесінде сенім түрде алғашқы және үштен өлісепімен алда кележатыр. Жалпы бүгінгі кезеңді негізінен көрсеткіштер жалпы шайбаға елгету, қақпаға соқтыға солшағынан әлбетте Астаналықтар басым. Дегенмен алматыға да жақсы мүмкіндіктер болды. Бірінші кезеңнің барысында бір емес-бірінесерет артық құрамда өнер көрсетті. Тіпті 5-ти 3 форматындағы ойынды да тамашалған едік. Алайда толқыққанды жүзегі асыр алмады, өз мүмкіндіктерін мүлт жіберді. Одан кейін 4-ті 4 форматындағы ойынды да тамашаладық. Алайда алматлықтар әлде болса, өз ойынларын табалмай жүрген сияқты. Қапы бұйылғы маусымды өте тамаша бастаған еді. Бүгінгі ойында Захар бірінші шайбан соққан. Одан кейін Сервельников. Екінші шайбан яғни кейін құрамда жүріпті Семен Черкасов берген нәтизелі пасты. Жүзеге асырып, есіпті екіде нөлге жеткізген еді. Сонда ақы Астана сапынан үш ойыншы айып екі минуттан жазыланды кіші айыппен. Мәселен, әлішер Аманғалиев, Султанбек Тұрсымбеков ойым тәртігін бұзған ек сәйкесінші екі минуттан кіші айыппен жазыланды. Бұл енді бірінші кезеңдегі жалпы статистика, сонда ақы Алматы тарапынан екі ойыншы. Сонда ақы Аманғалиев, Султанбек Тұрсымбеков ойыншы. Енді қазір енді сонолы секундтардан кейін ойынның түрешісі белгер беретін болады. Жалпы екі команда 19 мәрте өзіра кездескен екен, оның 12-сінде Астана басым түссі жет ойында алматлықтар женіске жеткен екен. Қазір енді астана басым түссі жет ойында алматлықтар женіске жеткен. Қазір енді астанан тағы бір шабуылы. Ортадан тамашақ, соққы жас сайылмады. Бұл жүрде таяғында тұсы бүлгірмеді. Микита Бондарев жақсы позицияға шыққан болады. Орталыға аймақтар шайбағатталас. Жаңа шабуылды қазір шеге баев бастап берді. Оңға асырған болады. Бұл жүрде команды бастары шайбаң сақтайылмады. Дегенмен артыққа ғарай сеген өге мәжірі болды. Федор Захаров. Қазір жігіттердің алмасқанын күтті де. Жаңа шабуылды. Остайша бастап берді. Оңға талдан. Бағат талашы жүрде. Соққы жасауға мүмкінді болады ма? Бір ой үшін алда бөтіп, қақпағар саған соққы жақын бұрышты. Көздеген алайда қауіп түмбетін қайттарды. Қақпаға алдында қар баласқан сәт, түреж ұсықырғынсыз. Ойын тәртіп бұзылмаған. Енді алматының шабуылын көрек қазір. Оңға талдан ұмпылды. Соққы. Соққыдан көрі бұл жерде қамандағасына әртпесіне шарған пас болу көрек мүмкей, назарларыңызда алматлы ойыншылар. Нүктеде қазір шайбаға тала сүргізетін болады. Әзірге ешқандайыз, сонда бір түрекі ойын көріп отырған жоқтыз. Барлығы дұрыс, барлығы сауатта, ойын көрсетілбе. Ақта ойыншылара шайбаңыз. Астаманы кезекті шабуылы қазір түреші сқырғын сүз. Бұл жерде ешкін ойын тәртім бұз баған әлсераманғалей үк өзі сүрініп кетті. Енді алматы қазір бұрты бойлаты алға ғырай бағыттыған бұл жерде шайбаға ел етіп, Жағыз өзі қазір орталыға ғаймақта талашыз батыр борт бойында шығарып берді тамаша. Бұл жерде сәл шебердің жердің бүген сияқты шайбаға қажамен қалға бағытта берді. Командалыстарынан ешкім жоқ бұл жерде. Айдар Сүлеймен соңдар ем тавас үшіргізген, бірақ тағыда бұл жоқ қақпаға бағыттылған біремесі ек үш үшінші жүр қазір астана тарапынан. Командалыстары Ақылбекірдің мұхамед қазір көмікке келгенімен артық бергені жүрдің сана да қауіпті болуы мүмкін қазір үшкі екі және соққы қақпаға бақылыған. Ол қиыз кетті дегенмен жақсы бір комбинация жүрге асыруға болар еді. Қайтадан Алматы ойыншылар бара құрау ұслайша шабулдар емдастыр қойуда қарымта шабул бірде жылдамдық бірде ептілігетпей жатыр. Қазір тағы да енді астананың шабуыла соңында ринжеттеді дүн мұхамед ақалды құлатын соққырысаған мәнікі мазарларыңызда шабуылша. Оны алсы астан шабуылшы. Астана ойыншылар елгетті және қауыпты. Өте қауыпты шабуыл. Ең бастыра білді. Дегімен шайбан сақтап алтағы да алыстан бақтылған соққа. Ақпадан тұм бейткет. Алматының қарымта шабуылы жылдамдық керек бұл жерде. Бір өншін алдап өтті. Бірақ көмекке ешкен келі алмады. Жауғыз өзі жауға шапқанымен ештеген өндір алмады. Қазір түреші ұсқырығы. Алматы сатында өншылардың бірі. Күшәйтпен жарламады. Дулат әшірбай мен кенозарларында. Ол сезе жастағы ойынша. Қазір енді. Мені қайталып көрек. Бірден шабуылы қазір. Талып көрек. Талып көрек. Талып көрек. Тағы да. Шай бағат. Талып көрек. Және. Алматы ойыншылар қорғанысты. Өте сауатты ойын өрден көрсетуде. Ал астаналықтар болса. Барынша шабуылдар көрмекше. Әлбетті. Талып көрек. Бүш әді. Бүш әді. Бүш әрсеті әлбетті. Қазір енді. Өте әлбетті. Өте әлбетті. Бүш әлбетті. выкатывался здорово смещался к воротам бросить не успел но обострил неплохо сейчас я станча не играет один бросок уже был вот сейчас может быть короткая передача здорово бросок к воротам еще это покидает к делу площадке просто после броска яковленька подправил немножко шайбу и плана за пределы площадки на сбрасывание и коленка на пуске сбрасывания мангалии находит там он является нет здравствуйте здравствуй на полу сразу за 100 оттай туда нибудь подальше остыка ничагер вечно передать а не на у меня на было передать Реализация большинства уже, наверное, не так много времени остается. Поднимается чайной сильней. Конечно, передача, образ Кокзамака, спихает шайбу спутка по футбольному. У нас даже точная передача и попытка передачи на контратаку не принят. Точная точная, точнее, просто перехват. У нас все попал. Это Астана. Невероятный город. Динамичная игра. Это красивая столица. Это Ку... Ну что, пока во втором периоде заброшенных шайб мы с вами не видели. Компания 1XB спонсор трансляции. Смотри хоккей и болей за любимые команды вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Ну что, с центра площадки у нас выбрасывание сейчас состоится. Да, алматинцы очень здорово мучаются. Надо отметить это с реализацией моментов. Говорил я это еще в первом периоде. И это началось еще в играх с Сактобе. Тоже большое количество моментов, которые не смогли реализовать команды из Южной столицы. Но Астантьяне свои моменты здорово реализуют. И даже в меньшинстве смогли отпетиться. Выводят шайбу Алматы в среднюю зону. Здесь ее подхватывают Астантьяне. Пересбор передачи. Самаров. Самаров на коротке хотел сыграть. Перехват. И что придумает алматинца передача на легкую петаль. И по шайбе не попадает. Вот это да. Вот это момент. Еще наброс. И Петисов уже подправлял шайбу. Справился Гоп... Астантьяне 3 в 3. Контраатака. И передача будет. Нет, пока нет. Сейчас следует. И просто не получается. Вывели алматинцы шайбу в среднюю зону. Очень опасно. Команды. Опасными атаками обменялись. Да. Никого не получилось забросить. Илоненко. Что здесь? До шайбы первый добирается. А дальше уже Ахалбеков шайбу отобрал. Сделал передачу. Астанчане побежали в атаку. Что придумают. Здесь Булат шайбу потерял. Но синий линий партнер закрывает. И в итоге алматинцы вновь шайбу выводят. И отправляют в зону Астанчан. Сразу же пытается высокий прессинг продемонстрировать Патыхов. Но как-то обозначил. И сразу же синий линий соперника откатил. Астанчане. Астанчане через передачу пытались войти в зону. Не получилось. Теперь через вброс. Так же не очень хорошо все это вышло. Алматинцы шайбу перехватывают. Передача. Здесь снова Алматинцы будут первые на шайбе. К сожалению номера. Резко по тормозам. Лимонов это по моему. Бросок. Клижнюк. Тут все контролировал. Тут все здорово контролировал. Болятый номер. Это Шулепов. Шулепов бросил. Габдулин с таким броском справился. Шайбу прижимает. Ставит игру на паузу. Ну что. У алматинцев как минимум два момента таких голевых. Да. Было в первом. Вот в последнем эпизоде даже просто по шайбе не попал. Хоккеист Алматы. Ну. Хотя там. Попади по шайбе. Может быть Габдулин и выручил. На вбрасывании пока непонятно кому достанется шайба. И все таки смогли тут. Смог. Тут каким-то образом алсит выкрутиться и бросить по воротам. Но бросок получился не акцентированный. Поэтому Габдулин шайбу спокойно в ловушку ловит. И ставит игру на паузу. Очередное вбрасывание вблизи ворот Габдулина. На сей раз останчане выигрывают. Здорово. Побежал вперед. Обыграл Бондарев двух соперников. Трех соперников на шайбу тянул. Но вот здесь его пытается активно остановить Суровцев. Остановить то получилось. Но там еще Черныш помог капитан команды силовым приемом. Остается лежать на льду хоккеиста хозяев. Главное чтобы без травм все обошлось. Смотрим еще раз на повторе. На мой взгляд хороший силовой прием. Но тут надо смотреть куда плечо попало в лицо или нет. Черныша так могут удалить. Могут и большой штраф выписать. Ну вот судьи совещают. Скорее всего да. Видео пойдут смотреть. Показывает нам вновь Черныша. Ну что. Смотрят кино сейчас. У нас есть возможность обратиться к результатам параллельных. Бары с Тимиртау. Третий период 2-1. Третий период также в матче Горняк Мунаиши там 1-1. Ну и еще сегодня будут две встречи. Кулагер. Жасбатыр Кулагер и Актубе Торпеда. И еще ястребы Орлан. Да. Никакого тут не будет у нас удаления. Сразу мы с вами правильно увидели. Что все таки там чистый силовой прием был. Вбрасывание таким образом в среднюю зону переносится. Давайте дальше смотреть в равных составах. Во втором периоде игра довольно дисциплинированно идет. Команды не грубят. Да. Вот в первом периоде многовато все таки было удалений. Остается вбрасывание за станчанами. Разыгрывают через свою зону. И в одну передачу уже в зоне атаки. Бросок по воротам. Очень неплохо разыграли. А здесь. Здесь в средней зоне шайба застревает. Побежали вперед. А вот здесь удаление. Здесь удаление. Заблокировку. Накажут хоккеиста Астаны. Здесь у нас 41-й показывают. Жан Булат Бикеев. Именно он, да, нарушал правила? Нет. Шамейку, значит, не он нарушил правила. Мне показалось, что там Никита Бондарев нарушал правила. 17-й номер. Хозяев. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Никита Бондарев нарушил правила. Ну и алматинцев большинство. Напомню, что последнее большинство не очень здорово провели. Подопечные Юрия Бородулина. Тут еще и вбрасывание нужно повторить. Ну и нужно попробовать, да. Нужно попробовать в этом большинстве все-таки отквитать хотя бы одну шайбу. 3-0 это довольно крупный счет. С учетом того, что уже середина второго периода. Середина всей встречи. И три шайбы отыгрывать. С учетом того, что пока вообще ни одной не могут забросить гости из Южной столицы. Ну, давайте смотреть, получится ли в этом большинстве. Пока все неплохо. Побежали вперед. На скорости прошли среднюю зону. Вошли в зону атаки. За ворота укатываются. А дальше? А дальше пока некому давать передачу, кроме как на вершину. Перевод направо. Диагональ. Ну, читалось. Читалось. Откровенно читалось. Даже несмотря на то, что вроде как сильная передача была. Вот в меньшинстве вновь Останчане атакуют. Филимонов подхватывает шайбу на коротке. Побежали вперед. Ну, тут надо закрепиться. Да? Не торопиться. Не торопиться. Как-то обострять бросок. Ну, скорее наброс. Вот момент. И гол! Открывают счет своим шайбам алматинцы. Ну, вот тут не имел права Арсений Филоненко не забрасывать. Свободный угол был. Он находился один. Никто ему не мешал. Вот так вот, да? Неплохой. Это даже передача была. Мне показалось изначально, что там отскок такой случился. А тут оказывается целенаправленная передача. Ну, вот насчет целенаправленной, конечно, сложно сказать. Но... Дошла она до Филоненко. И тот... А реальность... Вот хозяева... Теперь уже у Алматы числится одна пропущенная шайба в большинстве и одна заброшенная шайба в большинстве. Ну, начало положено. Счет становится 3-1. Ну, и чуть меньше десяти минут остается до конца второго периода. Счет 3-1. Да, дурзайтасын. ЕСЕП 3-1. Және Алматлықтар... Итінші кезеңде шайба соғабыли. Он нын таттағалды. Итінші кезеңді. Итінші кезеңді. Итінші кезеңді. Және орталыға аймақтар шайба талаштырзуде. Алматы онышылары. Енді оси екінді жоғатпай. Итағы да бір шайба соғудың амалдарын қарастыруды. Түресе сұқырығы шалынбады. Ойын тәрті бұзылмаған орталықтен жалғастыра берге болады. Оның апталға ойысты. Және қақпаға соққыласауға мүмкіндік бермеді. Қорқошылар жата жастанымына қорғана білді. Ойыншылары енді қарымта шабуылға егі артуыда. Тамаша мүмкіндік. Және бас беругенде қателіп. Артқа қарай шегімде. Қатықық жаңа шабуылды бастап көрген оның апталымен. Бұл жерде алматы ойыншылары сауатты қорғана білді. Сатимеров. Командастарыны өз аймақтарынан шығару керек бұл жерде. Әптесе жағдай қиындайтын түсінікті. Синаев ендіған алғарай шайбаны барлықтап көрген. Бұл жерде өпіріндеп жүріп шығарды. Бір ойыншын алда өтуге қауқар жетеді ма жоқ. Қақпаға соқырасады бірден және бейік кетті. Жаман емес. Сонғы минуттарда алматылықтар белсенді ойын өрдегін көрсетуде. Шабуылды әсіресе. Қос қапталдан тұспақ қалып. Қазір енді нүктеден қосатын болады. Қазіресе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 борта филоненко какая передача и точнее ошибка да там филоненко с неудобный пытался на партнера сыграть а тут как тут оказался с улейменов он и бросил поворотом очень опасный момент на выходит у астантиан но никовенко обновь выручает свою команду и один да уже не так страшно как бы так решает отыграть принципе времени очень много целый период запасе ничего у нас есть немного времени во втором периоде на вбрасывание будет у нас вблизи ворот яковенко пикисов на точки вбрасывания вбрасывание выигрывает мангалиева но вот и вот астанчане подцепляются астанчане не стесняются во втором периоде высоко постиговать не бояться что дальняя скамейка да и есть угроза того что можно переиграть смену и на усталости пропустить нет спокойно идут вперед всеми силами высоко пессингуя и как правило алматы очень-очень тяжело даются выходы из своей зоны забрасывается шайба в зону атаки но вот алматы в свою очередь и так не такими большими силами на красной линии на в том районе побежали вперед раскатываются сейчас астанчане длинная передача не точной оказывается тинаев шайбу перехватывает пытался себе рукой подыграть не получилось хозяева тоже вот испытывают сейчас трудности с проходом средней зоны ну вот вошли в зону соперника отсюда уже можно было бросать но очень вовремя шайбу выбивает из под клюшки что здесь придумают алматинцы передача вот такой момент великолепный заблокировал сейчас этот бросок кожемяка здорово алматинцы разыграли передача то какая красивая была на все здорово в этом моменте было вот только шайбы заброшенной было бы не стал там сам бросать в этом эпизоде любовский прочувствовал партнера который как раз со скамейки запасных выскочила ему и шла передача здорово здорово разыграли ничего не скажешь вбрасывание с центра площадки ахалбеков на точке напротив него к нему югай югай выигрывает вбрасывание что здесь тут пытается сейчас за шайбу зацепиться и удается это астовым районе убил к сожалению но вот оборудоваться пробрасываются гости ну и соответственно вбрасывание будет в зоне алматы суровцева нам показывают сбрасывание еще есть время на заброшенную шайбу а на одну наверняка есть еще время во втором периоде осанчане шайба тем более в атаке находились а вот тут перехват побежали уже гости в атаку забрасывается шайба югай покатил за нее бороться первый здесь оказывается на шайбе не смог там выходит шайба поперечная передача шайба отправляется в зону но длинная смена нужно было меняться нужно было меняться поэтому шайбу сели покатили на смену 40 секунд остается во втором периоде покатили вперед уже хозяева турсенбеков шайбу протащил в зону забросил соперника цена и впервые на шайбе на противоположный борт и неудачная передача бросок и отскок еще был прям на клюшку болата но тот не смог по шайбе сразу сыграть решил ее на обработать но там было сложно до сходу сообразить как в касание сыграть и поэтому пытался попытался ее там обработать но в итоге на счастье алматинцев шайба укатилась спитака на этом момент закончился алматинцам пришлось проброситься но зато опасность этот отворот на кое-какое время отодвинут на вбрасывание в зоне гостей очередное остается вбрасывание за алматинцами но танцовки вбрасывание удаются гостям длинная передача в среднюю зону и зацепился все-таки же за шайбу 29 номер шулепов ну и дальше уже пытаются алматы так-то за шайбу зацепиться не удается а не удается звучит сирена я одну единственную шайбу мы с вами увиделись была она заброшена на 31 минуте алматинцами в большинстве арсений филоненко автор заброшенной шайбы с передачи ему ассистировали черныш и данил шулепов ну и на этом пока все второй период остается за алматинцами 0-1 общий счет 3-1 ну и давайте немного отдохнем и после перерыва вернемся а 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 и а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА